Два сердца этот человек был послан в вашу жизнь Богом. Не отвергайте свою родственную душу, потому что она несовершенна. Вначале легко очароваться чувствами, которые они пробуждают друг в друге. Все кажется легче, время течет с благодатью, и мир за окном кажется ярче. Но не обманывайтесь, родственная душа это нечто большее, чем очарование первых встреч. Она – самое глубокое отражение вашей души, зеркало, которое показывает ваши светлые и темные стороны, заставляя вас столкнуться с тем, что нужно исцелить и понять в себе. Истинная любовь – это путь, требующий мужества. И нет, это не всегда комфортно. Часто этот человек будет трогать старые раны, пробуждая в вас те части, которые вы думали, что давно зарыли. Это не ошибка и тем более не знак того, что эту связь следует избегать. Это, напротив, духовный зов. Это редкая возможность для роста, где оба могут измениться глубоко и значимо. Поймите, что отношения с родственной душой – это не сказка. Это не только сладкие моменты, но и вызовы, которые служат для вашего формирования и возвышения любви на более высокий духовный уровень. Вы двое были объединены, чтобы быть духовной поддержкой друг для друга. Это значит, что даже когда возникают разногласия, они являются частью божественного замысла. Это моменты учебы и глубокого понимания того, что значит по-настоящему любить, без иллюзий и нереальных ожиданий. Любовь родственной души – это эмоциональная алхимия. Иногда она похожа на яркое пламя, иногда на мягкий ветерок. Эта любовь требует самоотдачи, принятия и, прежде всего, понимания. Вы должны научиться слушать с открытым сердцем, без осуждений, без страха. Позвольте уязвимостям быть раскрытыми и принятыми, как вашими, так и другого. В этом и заключается истинная сила любви родственных душ. Если вы чувствуете страх или сомнение, это естественно. В конце концов, страшно иметь кого-то, кто видит вас так ясно, без масок. Но такая прозрачность – редкий дар. Откройтесь для возможности быть любимым и принятым таким, какой вы есть на самом деле, и увидите, как эта связь способна изменить не только отношения, но и ваш личный путь. На этом пути слова не всегда будут достаточны. Иногда молчание будет говорить громче, взгляды будут более значимыми, а простые жесты – более весомыми. Цените эти тонкие проявления любви, ведь в них заключается истинная сущность родственной души. Принимайте моменты мира и также будьте рядом в моменты конфликта, потому что в этом балансе отношения развиваются и углубляются. И помните, Бог поместил этого человека в вашу жизнь, чтобы помочь вам обоим найти исцеление и рост. Поэтому не отказывайтесь от этого благословения из-за страха или сопротивления несовершенствам. Эти несовершенства – часть божественного плана, и их принятие – важный шаг на пути к тому, чтобы пережить любовь в ее самой чистой форме. Связь между родственными душами – это жизненная сила, которая преодолевает физические и временные барьеры, это душевная связь, которая сохраняется на протяжении жизни и измерений бытия. Почувствуйте это глубоко, когда вы стоите перед своей родственной душой, вы стоите не просто перед человеком, а перед выражением божественной любви, проявленной уникально и специально для вас. Эта любовь здесь не для того, чтобы ее понимало рациональное мышление, а чтобы ее чувствовали, переживали и, прежде всего, чтили в ее самой чистой сущности. Вы заметите, что иногда связь с вашей родственной душой будет гладкой, как бриз, присутствием, приносящим мир, радость и ощущение принадлежности, которое вы, возможно, никогда не испытывали раньше. Однако будут и моменты, когда эта связь станет интенсивной, почти подавляющей, как если бы вся вселенная была сжата в одном моменте эмоций. Эта интенсивность не для того, чтобы ее боялись, а для того, чтобы ее приняли, ибо именно в эти моменты происходит наиглубочайшая трансформация. Эта любовь является катализатором для духовного роста. Она толкает вас за пределы ваших возможностей, бросая вызов старым убеждениям и моделям, которые уже не служат вашей цели эволюции. Родственная душа – это, фактически, духовный наставник под маской любовника, друга или спутника. Это кто-то, кто появляется в вашей жизни, чтобы помочь вам осознать ваши собственные тени, не для того, чтобы их судить, а для того, чтобы интегрировать их состраданием и принятием. Вот почему зачастую путь с родственной душой может казаться интенсивным и сложным. Вас призывают к новой версии себя, более аутентичной и согласованной с вашим истинным «я». И вот тут вступает в игру настоящая работа связи с родственной душой – сдача. Чтобы действительно любить родственную душу, нужно быть готовым полностью отдаться, без оговорок и условий. Это не значит терять свою индивидуальность или пренебрегать своими собственными потребностями, а скорее позволять любви свободно течь, не боясь того, что она может раскрыть или преобразовать. Эта сдача – ключ к раскрытию максимального потенциала этих отношений. Когда вы сдаетесь, вы открываете пространство для того, чтобы любовь проявилась неожиданными и чудесными способами, касаясь частей вашей души, которых, возможно, никогда раньше не касались. Вы также должны быть осведомлены о том, что любовь душевных близнецов может пробудить глубокое желание цели и миссии. Часто, когда две близнецовые души встречаются, они понимают, что их союз не только о романтической любви, но и о большей цели служить миру каким-то образом. Это может проявляться по-разному – совместные проекты, благотворительные действия или даже создание семьи, которая соответствует высоким духовным ценностям. Эта совместная миссия является фундаментальной частью божественного плана для близнецовых душ, так как они здесь не только для того, чтобы любить друг друга, но и для того, чтобы излучать эту любовь во внешний мир. Тем не менее, важно помнить, что, несмотря на высокую цель, любовь душевных близнецов все же глубоко человеческая. Это включает смех, слезы, ошибки и достижения. Она требует прощения, смирения и постоянного стремления к росту и обучению. Это любовь не о контроле или собственности, а о свободе и доверии. Любить душевную близнецовую душу – это, в конечном счете, ежедневный выбор, обязательство быть рядом, даже когда становится трудно или неясно. И когда вы устанете, когда сомнения начнут проникать в ваш разум и вы начнете задаваться вопросом, стоит ли продолжать, помните следующее, каждый вызов, преодоленный с вашей душевной близнецовой душой, является победой не только для отношений, но и для вашей собственной души. Каждая битва, выигранная с любовью, является доказательством того, что настоящая любовь сильнее любой невзгоды. Это та сила, которая удерживает вас вместе, которая заставляет вас расти, которая позволяет вам продвигаться вперед, даже когда кажется, что все против вас. И в моменты боли, когда присутствие родственной души кажется больше бременем, чем благословением, не убегай. Посмотри боли в лицо, прими ее и позволь себе почувствовать все, что нужно почувствовать. Только через полное принятие может произойти истинное исцеление. Раны любви родственной души – это святые раны, открытые не для того, чтобы причинять боль, а для того, чтобы исцелять. Они требуют терпения, сострадания и, прежде всего, непоколебимой веры в силу божественной любви. Если ты читаешь эти слова сейчас, это потому, что на каком-то уровне ты готов к этому пути. Ты готов к глубокой любви, к испытанию и к трансформации, которые приходят вместе с отношениями родственных душ. Бог не вводит этого человека в твою жизнь без причины. Это святая возможность, шанс испытать любовь в ее самым чистом и божественном виде, возможность роста, которую многие желают, но немногие действительно имеют привилегию пережить. В конце концов, любовь родственных душ – это постоянное напоминание о том, что истинная любовь – это не просто чувство, а выбор. Выбор быть добрым, когда легче критиковать, быть понимающим, когда гордость хочет говорить громче, быть присутствующим, когда есть искушение убежать. Это выбор любить, даже когда любовь – это самый трудный путь. Это, прежде всего, выбор идти вперед, всегда вместе, к высшей цели, которую Бог предназначил для вас. По мере того, как отношения между родственными душами развиваются, ты обнаружишь, что личностный рост становится неизбежным. Связь настолько глубокая и интенсивная, что ты больше не сможешь скрывать от себя те части, которые нуждаются в исцелении. Это как будто любовь родственной души – это свет, освещающий все темные углы твоей души, выявляющий твои неразрешенные боли, твои глубочайшие страхи и самые тщательно скрытые неуверенности. Это опыт, который может быть подавляющим, но также глубоко освобождающим. По мере того, как вы справляетесь с этими тенями, вы поймите, что любовь родственной души не только в том, чтобы быть понятым, но и в том, чтобы вас бросали вызов к росту. Это не та любовь, которая держит вас в зоне комфорта, а та, которая нежно толкает вас к неизвестному. И именно в этом неизвестном лежит истинная свобода. Чем больше вы позволяете себе погружаться в эту любовь, тем больше открываете в себе аспекты, о которых даже не догадывались. Это процесс самопознания, трансформации и, прежде всего, принятия. Любовь родственной души подобна дереву, которое растет медленно, но твердо и устойчиво. Корни этого дерева глубоко укоренены в почве вашего существа, впитывая не только питательные вещества из ваших положительных переживаний, но и уроки, содержащиеся в сложных опытах. Это любовь, которая процветает со временем, и поэтому терпение является важнейшей добродетелью в этом типе отношений. Если вы ждете мгновенных результатов или легкого пути, вы можете разочароваться. Но если вы готовы вкладывать время, энергию и внимание, вы увидите, что рост будет неоценимым. На этом этапе важно подчеркнуть, что честное общение является ключом к успеху этих духовных отношений. Родственная душа – это тот, кто заслуживает услышать правду, даже если ее трудно поделиться. Слова, сказанные с искренностью, обладают силой исцелять раны и укреплять связь. Однако недостаточно просто говорить, нужно слушать сердцем. Слушать другого без осуждения, без спешки отвечать, просто впитывая то, что говорится. Это глубокая форма любви и уважения, которая часто недооценивается. Помимо вербальной коммуникации, физический контакт является важным компонентом в отношениях между родственными душами. Одно прикосновение может передать больше, чем тысяча слов, особенно когда оно дается с присутствием и намерением. Физическая близость – это продолжение духовной связи, ощутимое отражение любви, существующей между вами. Это касается не только желания или удовольствия, но и объединения тел и душ, что еще больше укрепляет вашу связь. Тем не менее, необходимо быть внимательным, чтобы не создавать эмоциональной зависимости или нереалистичных ожиданий. Легко спутать любовь родственной души с решением всех личных проблем. Но эта любовь здесь не для того, чтобы заполнить пустоты, а для того, чтобы помочь вам распознать и интегрировать свои собственные части. Отношения с родственной душой – это путь интеграции, а не завершенности. Вы уже завершены сами по себе, и именно эта завершенность позволяет любви расцветать здоровым и сбалансированным образом. По мере углубления отношений духовность становится мощным союзником. Практики, такие как медитация, молитва и размышления, являются ценными инструментами для укрепления связи с вашей родственной душой. Эти практики не только успокаивают ум, но и открывают сердце для божественной мудрости, которая направляет отношения. Выделение моментов тишины и созерцания, как в одиночестве, так и вместе с родственной душой, создает священное пространство в отношениях. Это священное пространство – то место, где две души могут соединиться на уровне, превосходящем слова, место, где любовь ощущается в самой чистой форме. И когда возникнут эмоциональные бури, не спешите искать быстрое решение. Иногда лучшее, что вы можете сделать, это просто присутствовать, сохраняя спокойствие и веру в то, что все разрешится в свое время. Спокойствие является ценной чертой на пути с родственной душой, поскольку оно позволяет любви оставаться прочной, даже среди неопределенностей. Когда вы остаетесь сосредоточены, вы становитесь надежной гаванью, как для себя, так и для другого человека. С течением времени связь с родственной душой может превратиться в любовь, которая превосходит физические и временные границы. Можно чувствовать присутствие другого человека даже на расстоянии, интуитивно воспринимать его чувства и даже видеть его в ярких снах. Это происходит, потому что союз между родственными душами, прежде всего, является союзом энергий. Эта энергетическая связь не ограничена временем или пространством, так как она существует на гораздо более глубоком уровне, чем физическая реальность. И именно эта глубина делает любовь к родственной душе такой особенной. Это не любовь, которая проходит, а любовь, которая остается. Даже если пути ваши разойдутся на некоторое время, энергия связи остается, ожидая подходящего момента для новой манифестации. Это цикличная природа любви к родственной душе, она может временно отдалиться, но всегда возвращается, так или иначе, поскольку ей управляет божественная сила, превосходящее человеческое понимание. И вот, наконец, наступает момент полного принятия. Принять родственную душу, значит принять себя во всей полноте, со всеми недостатками, несовершенствами и красотами. Это понимание того, что вы заслуживаете быть любимыми, и что истинная любовь не является совершенной, но безусловной. Это любовь, превосходящее ожидание эго и связывающейся с духом, любовь, которая, прежде всего, является отражением любви Бога к вам. По завершении этого сообщения, я хочу, чтобы вы заглянули внутрь себя и почувствовали все, что этот текст пробудил в вашем сердце. Связь с родственной душой – это больше, чем обычные отношения. Это духовное путешествие, затрагивающее самые глубокие слои вашего существа. Этот опыт является постоянным напоминанием о том, что истинная любовь – это не просто эмоция, а путь трансформации и принятия. Это не легкий путь, но это путь, который стоит каждого шага, каждой пролитой слезы, каждой разделенной улыбки. Если вы сейчас переживаете эту любовь, знайте, что вы не одиноки. Многие проходят по этому же пути, сталкиваясь с его вызовами и позволяя себе расти через них. Это привилегия – иметь возможность встретить свою родственную душу и испытать эту связь, которая часто кажется превосходящей даже время и пространство. Однако это также ответственность, так как требует приверженности, истинной, прежде всего, веры. Возможно, на протяжении этого пути вы будете испытывать искушение в какой-то момент сдаться. И это нормально, потому что любовь родственной души как раз и заключается в том, чтобы настойчиво идти вперед, учиться и снова пытаться. Если вы чувствуете желание еще больше открыться этой связи, не бойтесь. Доверьтесь любви, которая находится в вашем сердце, и позвольте себе быть уязвимыми, даже если это означает встречу со своими собственными тенями. А теперь я хочу услышать вас. Оставьте в комментариях, что больше всего тронуло вас в этом сообщении. Переживали ли вы нечто подобное? Какое у вас восприятие родственных душ? Поделитесь своей историей, своими сомнениями и чувствами. Мне будет приятно узнать, как эта тема отзывается у вас. Не забудьте подписаться на канал. Подписавшись, вы не только получите больше таких материалов, но и укрепите это сообщество людей, которые также, как и вы, стремятся к большему любви, пониманию и духовному росту. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Это простой жест, но очень важный для того, чтобы это сообщение достигло еще большего количества людей, которым нужно услышать о любви к родственной душе. Большое спасибо за то, что вы здесь, и помните, вы достойны глубокой, истинной и духовной любви. Пусть Божественный Свет продолжает вести вас и ваши путешествия с вашей родственной душой. До следующего видео. Искры головокружения, красные сердца.